Поскольку мы с вами говорим об ученичестве очень много в эти дни, я хотел бы сегодня также представить для вас такую очень важную тему для каждого из нас и напомнить о том, почему важно быть членом Церкви. Но тема моей проповеди сегодня будет звучать в форме утверждения и вопроса. Твоя духовная семья. Как вы заметили, в этом одном утверждении есть или в этом одном названии есть и знак вопроса, и восклицательный знак. Дело в том, что Писание говорит нам о том, что в мире есть много разных обществ, много разных клубов, много разных социальных каких-то ассоциаций и так далее, фирм, организаций. Но если посмотреть в Писание, Писание говорит нам о том, что есть две основные семьи, на которые делится весь мир. Это духовная Божья семья и духовная не Божья семья, а именно дети Божьи и дети дьявола. Для сегодня, может быть, неприятно это звучит для некоторых людей, друзья, но Библия нам говорит о том, что нейтралитета нет. Каждый человек либо принадлежит к духовной семье детей Божьих, либо он продолжает и остается в семье дьявола. И для нас это очень ценно увидеть сегодня, что Библия говорит о церкви, для того, чтобы мы могли еще раз, увидев необходимость Божьей семьи для каждого человека, увидеть, каким образом это приземляется в наш контекст и в нашей личной жизни. Из всех текстов, которые можно было бы сегодня прочитать и напомнить, я хотел бы вернуться к 1 Тимофею, 3 глава, 14, 15 и 16 стихи. Пожалуйста, откройте послание Тимофею, 3 глава. Мы прочитаем 14, 15 и 16 стихи этого текста. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, в который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Вот до этого места, друзья. Если каждого из нас спросить, что сегодня является самым главным в мире, мы можем, наверное, услышать самые разные ответы. Что является самым главным сегодня в мире? В зависимости от источника информации, в котором вы купаетесь на неделе, вы, наверное, больше всего дадите соответствующий ответ. Но мы сегодня обращаемся к Писанию, чтобы, друзья, обратить внимание на то, что самое главное, что происходит сегодня в мире, это то, что делает самый главный, самая главная личность, самое важное и самое главное, чем занята эта личность, Бог творит всей вселенной, Он созидает Церковь. Я думаю, мы несколько раз, вернее, не раз уже слышали это, но я хотел бы, чтобы оно опустилось немножко поглубже в нашем сознании. Мы заняты самими разными делами, у нас есть свой бизнес, своя работа, своя школа, своя семья, свои хлопоты, свои заботы, друзья, и это все на своем месте. Но воскресное собрание, наше совместное поклонение предназначено для того, чтобы мы могли остановиться и увидеть, что же является самым главным среди всей суеты, в которой мы находимся, что самое главное происходит сегодня в мире. И Библия дает нам очень ясный ответ, друзья. Бог сегодня созидает Свою Церковь. Этим Он занят каждый день, этим Он занят каждую минуту, этим Он занят полностью оркестрируя и создавая самые разные ситуации и определяя ход истории. Все обстоятельства нашей жизни, все новости, которые мы слышим, даже войны, все это в Божьем плане имеет определенную цель. Бог не является автором зла, Бог не является сподвижником или причиной всех злых событий, которые происходят. Это всегда является результатом греха. Но в то же самое время Библия говорит нам о том, что Бог созидает Церковь, используя самые разные обстоятельства, самые разные империи. Бог использует все, что мы видим и все, чего мы не видим в мире, для того, чтобы строилась Его Церковь. Бог все делает. Он не просто строит Церковь на одном месте, в поместных где-то церквях, Он строит Церковь, используя буквально каждую молекулу во Вселенной, чтобы создать невесту для Своего Сына. Бог сегодня созидает Церковь. Это, друзья, определяет смысл и цель главный смысл и цель всего, что происходит с вами лично. Я недавно встретил одну очень важную, слушал проповедь Стив Лосон, и он в один момент сказал очень ценные слова, которые я хотел бы сегодня для вас предложить, прежде чем мы окунемся и будем изучать с вами этот текст. У каждого истинного верующего в Иисуса Христа есть очищенная совесть кровью Христовой, новое сердце, Божье Слово, Святой Дух и поместная церковь, которую Бог использует для того, чтобы духовно взращивать Своих детей, ограждая их от греха и умножая в них веру. Посмотрите еще раз, друзья, почему важна эта цитата. Она очень точно отображает библейскую палитру Божьей пути, каким образом Он охраняет каждого из Своих детей от греха и каким образом Он взращивает веру, чтобы она передавалась другим в мире. Другим словом, Бог использует вот эти инструменты особенным образом даруя их для каждого Дитя Божьего. Первое, Он говорит о чистой совести. Второе, о новом сердце, в котором новые мысли, новые желания, в котором новые стремления, новые ценности, новая любовь. Это новое сердце. Каждому христианину Бог дает Духа Своего Святого в момент рождения свыше, благодаря действию Духа Святого и поселению в наши сердца. Дух Божий дан каждому из верующих детей Божьих. Если вы христианин, друзья, в вас живет Дух Святой. Но каждому христианину к тому всему Бог дает еще Божье Слово, откровение. И помимо всего этого Бог дает, почему я хотел прочитать сегодня эту цитату, каждому христианину Бог дает поместную церковь. Третье без первого, четвертое без второго, пятое без третьего, второго, первого, четвертого не может быть. И первое, второе, третье и четвертое в этом тексте или в этой цитате не может быть без пятого. Если Бог очистил вашу совесть, если Он дал вам новое сердце, если Дух Божий живет в вас, и если вы любите Божье Слово, вы неизменно, вы будете хотеть и желать и любить поместную церковь, которая является вашей духовной семьей. Я поэтому назвал эту проповедь «Твоя духовная семья». Сегодня дело в том, что мы живем в такое время, когда идея индивидуализма поставлена на пьедестал. Live as you want. You are the ruler of your life. You are the creator of your life. Эта мирская идеология пропитывает сегодня, к сожалению, многих людей. И век вот этого индивидуализма или я сам, или вот как я хочу, очень часто поражена и сама церковь. Но текст, который мы с вами прочитали, друзья, призывает нас к общинному фактору христианской жизни. К общинному фактору христианской жизни. Я хотел бы, чтобы в этом тексте мы сегодня, друзья, посмотрели на три ключевые истины, которые помогут нам развеять нашу сентиментальную любовь к церкви и иметь реальную любовь, которая поможет нам изменить нашу собственную логику и обновить ее истинное священное писание. Ведь каждый текст, друзья, каждый текст, и этот известный для нас, который мы прочитали, он дан для того, чтобы изменить нас. Каждый текст Священного Писания должен информировать наш разум и должен изменить наше сердце. Еще раз, изменяет наши мысли, наше понимание, что такое церковь, зачем она нужна. Изменяет наше отношение к церкви, изменяет наше впечатление, изменяет наши чувства, эмоции по поводу церкви. Изменяет наше отношение в плане «это моя поместная церковь, это моя духовная семья». Здесь определенный момент должен произойти в сознании каждого человека. Бог не создает общество прихожан, Он создает новую духовную семью, новый тип людей, которые везде, где они не находятся, где бы они не находились, они являют собой тот свет Христа, о чем мы сейчас пропели с Вами друзья. Почему это важно? Мы сегодня, зайдите сегодня на любой сайт, на любой книжный сайт Amazon, вы найдете тысячи разных книг, как делать церковь, как жить церкви, как церкви стать успешной, вы найдете разных бизнес-моделей, вы найдете разных идей, каким образом это все должно происходить, вы найдете тысячи, может быть, полезных даже методологий, и, к сожалению, многие люди кинулись на это дело, и они пытаются построить Божью духовную семью методами, которые далеко, далеко не отображены в Писании. Почему я, друзья, сегодня говорю об этом? Нам нужно возвращаться в тексты Священного Писания, чтобы обновлять наш разум. У Бога есть лучшие представления о том, что такое церковь и что это такое заявление в моей личной жизни. Это очень важно для нас увидеть сегодня, друзья. Бог хочет, чтобы мы изменили сегодня, я, чтобы в первую очередь изменял свое отношение к церкви. Я помню два года тому назад, когда мы решили все-таки ехать во Флориду, не в Магадан, не в какое-то другое место, мы решили ехать во Флориду. у меня и Николая и многих братьев, которые были рядом с нами, у нас были разные картинки, какой должна быть церковь. Я помню, при выходе из Ванкуверской церкви у меня была одна картинка. Я был в Слово благодати 15 лет. До этого я как минимум 7-8 лет учился. Сначала в колледже христианском, затем в семинарии. я просто привожу вам пример этот, потому что было очень много факторов, которые сформировали мою картинку церкви, какой она должна быть. Обычно семинаристы выходят и у них идеализирована картинка вот какая церковь и они просто прут. Они не смотрят на людей, они не слышат их, они не понимают, что происходит и они просто думают, что их семинарские знания это все, что им нужно для того, чтобы построить церковь. Я тоже так думал, друзья. Семинарские знания нужны для того, чтобы понимать Божье Слово и понимать Божье представление о церкви. Но семинарские знания должны помочь нам также увидеть, каким образом от точки А до точки Б дойти, каким образом мы должны привести и быть инструментом в Божьих руках, не в своих собственных, для того, чтобы построить церковь. Я вам говорю, почему два года тому назад, когда мы ехали сюда, у нас была одна картинка, пока мы прилетели сюда в августе 2021 года, у меня эта картинка уже дважды поменялась. 29 августа, когда здесь был наполнен зал, у меня третий раз или четвертый раз поменялась моя картина. И затем я вам скажу, друзья, опять, я не говорю о том, что меняется истина, но внешняя картина, каким образом Бог нас ведет, продолжает постоянно меняться. Мне нужно постоянно быть, учиться зависимым от Бога и идти обратно в Писание для того, чтобы понимать, вот библейские принципы, которые определяют мое отношение. У каждого из нас, я уверен, тоже есть свое отношение. По местной церкви здесь, будь вы гость, может быть, просто посещаете пока, или член церкви. Я помню, буквально вот несколько недель тому назад я встретил одного человека, наверное, уже я знаю его лет двадцать с лишним. Он говорит, я наблюдал за вами все эти два года. И вы знаете, что он начал мне говорить, ваши все иллюзии там, все рассыпется, ваши все планы, которые вы там настроили, все это повалится. И он начал мне говорить, я думал, что он мой друг, кстати, поэтому я поначалу слушал его, в конце концов я должен ему сказать, отойди от меня. Почему? Потому что там, где люди, там церковь. И Бог созидает церковь из людей. И это моя ответственность, быть ответственным ему, а не кому-то из людей. И мне нужно постоянно прибегать к тому, что Бог говорит, друзья. я знаю, что у вас есть свои какие-то намерения, у вас были свои преференции, у вас, возможно, были какие-то свои ожидания. Это я сам переживаю, друзья. У меня много ожиданий. Если вы спросите у меня, доволен ли я всем, что происходит у нас в церкви? Нет. Я очень часто разочаровываюсь, я очень часто унываю. В то же самое время я иду обратно в Писание, и когда я изучаю подобные тексты, они окрыляют меня, они дают мне надежду. Я хотел бы, друзья, чтобы вы понимали, то, что Тимофей слышит от Павла здесь, Тимофей находился в очень скверном месте, в Ефесе. А в Ефесе там языческих храмов, знаете, сколько было? Гораздо больше, чем церквей или общин. И вот он живет в этом Ефесе, в развратном, безнравственном городе, где очень много язычества, идолопоклонства, и там маленькая группа людей, и он пишет, и получает письмо от Павла, где он начинает понимать, Павел стирает вот эту всю пыль культур разных, наслоений, своих собственных опытов и переживаний, чтобы он увидел, что Бог, какой замысел у него для каждой поместной церкви. Я хотел бы, друзья, ваше внимание сегодня просто обратить на три очень важных истины, ключевые истины, которые помогут, я уверен, я молюсь об этом, которые должны изменить ваши отношения к вашей поместной церкви. Но вопрос, который хотел бы, чтобы он пронизал сегодня каждого из вас глубже, чем было до сих пор, кто твоя духовная семья? Для того, чтобы мы могли это понять, я и хотел бы обратить внимание в первую очередь на природу церкви. В этом тексте, если мы посмотрим внимательно, речь идет о природе церкви. В первую очередь, смотрите, апостол Павел подчеркивает, это пишу тебе. То, что писал апостол Павел здесь, является частью канонического священного писания, частью 66 книг священного писания. То, что апостол Павел пишет здесь, является богодухновенным, святым, непогрешимым, непогрешимым словом. Очень интересно отметить, что он говорит, это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе. То есть, были какие-то причины, которые не допустили апостола Павла быть в Ефесе вовремя. И благодаря этим сложностям у апостола Павла была идея, пока я приду, я напишу письмо. И благодаря, друзья, этим проблемам у апостола Павла у нас сегодня есть первое Тимофею. Разве это не еще одно доказательство? Бог на троне и он все знает, он все наши проблемы, друзья, он обязательно использует для своей славы. Но благодаря этим несоответствиям с его планами апостол Павел пишет письмо. И это письмо мы сегодня читаем. И этот текст, это пишу тебе, является основным текстом всего послания. Апостол Павел говорит, все, о чем я тебе пишу, является Божьим Словом. И это тебе нужно, чтобы строить церковь. Не нужно тебе что-то другое. Это Слово Божие является достаточным для того, чтобы питать церковь, взращивать церковь, любить церковь, изменять церковь, корректировать церковь, церковную дисциплину в церкви делать. Достаточно того, чтобы благовествовать и прославить Бога там, где ты живешь. И это, друзья, воодушевляет меня. Мы на Божьей стороне и Бог на нашей стороне, когда мы питаемся Божьим Словом. Другими словами, природа церкви, она определяется не культурными веяниями, не методологиями западных бизнесменов. Церковь определяется писанием. И без Писания церковь теряет свое предназначение. Реформаторы утверждали это. Там, где в полноте и в ясности проповедуется Божье Слово и исполняются таинства, то есть вечеря и крещения, там и есть церковь. Друзья, там, где проповедуется Слово, там и есть церковь. Где не проповедуются истины, вы можете очень много говорить о Боге и о своем Иисусе и о своем Духе Святом, но там, где не проповедуется Божье Слово, там и заканчивается церковь. И в этом плане нам нужно еще раз увидеть, апостол Павел говорит, это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Природа церкви очень разнообразна, очень глубока, очень красива сама по себе, и поэтому в Писании используется очень много метафор, которые помогают нам понять природу церкви, которую созидает Бог. Целая палитра говорит нам о единстве и разнообразии в церкви, о ее сути, о ее силе, о ее предназначении, ученые, которые изучают Писание, они утверждают, что как минимум 80 разных метафор и символов, образов используются в Писании для того, чтобы отобразить, кто же такая церковь. Некоторые из них, я напомню для вас, избранные Божьи, народ Божий, святые, отделенные от мира, святые, верующие, много раз мы встречаем слово верные, много раз мы встречаем слово ученики и всего три раза мы встречаем в Новом Завете слово христиане, мы встречаем слово братья, мы встречаем тело Христа, есть храм Божий, священство, невеста, паства или овцы, лоза и ветви, это прекрасные образы, которые оставлены нам на страницах Священного Писания, чтобы мы увидели красоту и силу и происхождение и предназначение церкви. В нашем тексте мы находим еще три очень интереснейших метафоры, которые открывают нам истину о природе церкви. Церковь это дом, затем слово церковь означает это собрание и третье церковь это столб и утверждение истины. Очень интересно, друзья, что в первую очередь если мы смотрим на слово дом, оно встречается много раз в Писании, но в данном случае дом означает семья. Когда апостол Павел говорил о том, что Тимофей должен любить и должен правильно поступать в Доме Божьем, он говорит, вот как тебе нужно поступать в семье. И обратите внимание, это не здание. Когда я говорю о том, что это не здание, это не просто я это придумал. Изучение этого текста говорит нам о том, что церковь это люди, это семья, при том, это удивительная группа людей. Они не просто знакомы друг с другом, они соединены небом, они соединены Духом Святым. В них есть гораздо больше, чем внешнее какое-то соответствие друг к другу. Или одна национальность, или возможно с одного края, с одной земли приехали, с одного города. Церковь это люди, которые соединены Христом, спасены и соединены Его благодатью для того, чтобы нести Евангелие этому миру и таким образом делая учеников прославить Бога. Но он говорит, Тимофей, ты должен помнить в первую очередь, что дом это семья. Household в английском переводе. Household это все, кто находится вместе в одном доме. То есть семья. Одним из любимых терминов Павла было братья синонимично семье. Братья, которые соединены кровью плотского отца. У меня есть четыре брата. И даже если когда у нас что-то не получается, и даже если мы живем далеко, у нас есть один отец, который очень часто созывает нас и говорит, сыновья мои дорогие, не пойдет так. Или вот так нужно жить. И моему старшему брату уже за 60. Мой отец все равно имеет силу и понимание, что это его ответственность. Так вот, когда мы разговариваем друг с другом, даже если мы где-то и покапризничаем друг с другом, у нас есть гораздо большее, что нас соединяет. Это гены одного отца. Когда апостол Павел говорит о духовной семье, он говорит о том, что у нас гены неба. У нас есть то, друзья, глубокое, что мы часто, может быть, даже и не ощущаем в эмоциях. Может быть, у нас там нет слишком большой близости в отношениях, но что нас соединяет, друзья, это должно стать основополагающим камнем, основанием всего того, что мы делаем. Апостол Павел говорит, это семья. И он напоминает о том, что когда грешник принимает веру Иисуса Христа, он немедленно рождается в Божьей семье. и Тимофей, он должен был заботиться о семье, кормить семью чем? Словом Божьим. Это единственный хлеб жизни. Он должен был кормить, питать церковь. Он должен был воспитывать, то есть останавливать, учить, обличать, корректировать, дисциплинировать. Он должен был учиться принимать это также от своих братьев и сестер, потому что он тоже брат. Направлять церковь, защищать церковь от дурного влияния, заботиться о церкви самым разным образом, как о семье, друзья. Принадлежность к церкви это одно из величайших благословений, которые Бог дарит каждому верующему из своих детей. Ведь вместе с рождением свыше и искуплением, верой и покаянием, прощением и оправданием Бог также усмотрел в своей мудрости усыновление. Он усыновил нас. Ведь Бог мог бы так, ну, простил, оправдал, и это уже большое благословение. Но Бог не только, друзья, простил и оправдал и дает нам искупление, Он делает нас сыновями и дочерями своими. И Он Отец, Он определяет, каким должна быть церковь и какие у нас должны быть отношения. Другими словами, быть христианином в одиночку просто невозможно. Друзья, век индивидуализма, нам нужно это слышать вновь и вновь. Мы не можем быть христианами в одиночку. Это противоречит Писанию и Божьему замыслу для Его Церкви. Замысел Господа состоит в том, чтобы вы имели активную и жизненно важную роль в той поместной церкви, в которой Бог поставил вас. Друзья, здесь нет ни одного лишнего. Может ли рука сказать другой руке ты мне не нужна? Но когда рука говорит другой руке, что ты мне не нужна и ты мне не нравишься, где-то потерялся контакт с головой. Где-то перестала рука понимать и получать импульсы от головы и в духовном, в духовной семье это когда Христос перестает управлять моей жизнью. Тогда я могу думать, вести себя так, как будто мне не нужна ни нога, ни рука, ни глаз, ни ухо, ни шея, ничего мне не нужно. Сама идея одиночного христианства дикая сама по себе, она просто-напросто является результатом мирского представления о том, что такое церковь. Поместная церковь является духовной семьей для каждого человека, уверовавшего и которого Бог привел на это место. Ни в коем случае я не говорю, что это единственная поместная церковь. Кстати, есть такое учение, что только одна церковь в городе может быть истинной. Мы не будем сейчас туда опускаться, но я хотел бы напомнить вам, друзья, здесь есть очень много разных поместных церквей. И мы говорим об этом вначале с Николаем, с каждым человеком. Пойдите, посмотрите, разберитесь, не спешите. Когда вы становитесь членом церкви здесь, сделайте это не на бумажке, не официально подписав, что вы согласны с уставом, вероучением. Станьте частью этой церкви. Примите. Вот то, что Николай сегодня читал. Принимайте друг друга не так, как вам удобно, не так, как вам кажется. Принимайте так, как Христос принял нас. Не другого пути. И это, друзья, и определяется писанием для каждой общины. И апостол Павел здесь напоминает это дом. Церковь это духовная семья, где братья и сестры, спасенные кровью Христа и соединенные благодатью Христа созидают друг друга и людей вокруг для того, чтобы Бог прославился и церковь вросла. Апостол Павел также говорит о собрании. Вот в этот момент, когда он говорит, как должно поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога живого. Слово церковь означает собрание, если еще точнее экклесия это те избранные или выбранные из общего потока выбранные Богом. Некоторые люди сегодня не верят в избрание, некоторые говорят, что этого нет в Библии, но я сегодня приглашаю всех вас, друзья, понять еще раз, что Библия говорит о церкви, как не те люди, которые просто-напросто я решила следить Иисус. Вы никогда решили следить Иисус, если Иисус не следить и не получать вас, не спасать вас. Никто из нас не пошел бы за Христом, если бы Его благодать не догнала бы нас, не подняла бы нас, не спасла нас, не изменила бы нас изнутри. Никто из нас бы не закатился бы в Царство Божие на своих условиях, друзья. Это все сделало Божья благодать. Это Он, друзья, привел нас к Себе. Это Он делает с нами. Вот почему, когда речь идет о собрании, это не просто сбежались вместе. Сбежались вместе в воскресенье, побыли, разбежались. Он говорит о собрании, как койнония. Это то сообщество, которое скрепляемо благодатью. Я помню недавно один из людей, который вообще не знает, не церковный человек. Он говорит, я наблюдал за вами, что-то у вас есть, чего нет у других. Что это? Что вас соединяет? Друзья, и для меня это было, и для нас всех, для церкви «Живая надежда» это был огромнейший комплимент. Почему? Потому что нас не соединяет ни национальность, ни бизнес, нас не политика соединяет, нас не соединяет какие-то свои опыты, переживания, нас соединяет благодать Христова. Нас вместе собрал Иисус Христос, и Он собирает церковь. Вы знаете, я это вам скажу из личного опыта. Когда я пытался сам собирать церковь, больно будет. И вам больно будет, и мне будет больно, и всем остальным будет больно. Но когда Христос собирает церковь, друзья, в этом мое успокоение и наш покой, Он это делает. Он будет использовать каждого из вас, где бы вы ни были, в вашем бизнесе, в вашей школе, в вашей работе, в больнице, где бы вы, что бы вы ни делали, Он будет использовать вас, чтобы собирать свою церковь. Он собирает ее. И вот этот собирательный фактор, друзья, он принадлежит нашему Господу. Итак, дом это семья, церковь это собрание, это избранные Богом люди, которых Он собирает вместе в центре орбиты всего того, что делает церковь, Иисус Христос, Его Слово, Его Учение, Евангелие. И теперь смотрите, Он говорит, столб утверждения истины, это еще одно очень ценное, ценный символ или образ, который апостол Павел здесь говорит. Но я хотел бы его отнести в другую очень важную сферу, истину. Это предназначение церкви. В каком-то смысле и дом каждому человеку хочется после трудной дороги вернуться в дом. Не так ли? Каждый день, когда вы уходите, братья на работу, вы, мама или молодежь, когда вы идете на работу, после всего труда хочется просто прийти домой. Не так ли? Церковь это Божий дом. Он не принадлежит нам. Это Божий дом. Она избираема Богом, она созидаема Богом, она скрепляема Богом. Друзья, нам к Нему нужно, почему мы читаем сегодняшние эти тексты, Бог всякого терпения и всякого утешения, мы нуждаемся в Нем, чтобы скрепиться через Него друг с другом. Почему? Я сегодня возьму вот так каждого, я уверен, что каждый второй, третий, вам что-то не нравится во мне. It's ok, мне очень самому много не нравится обо мне. Но вы знаете, что и мне очень много не нравится в каждом третьем, четвертом. Вот я бы это поправил бы, это поправил бы, это поправил бы. Вот почему нам нужно терпение, которое просто больше моего терпения. Нам нужна картинка не моя, моя картинка маленькая, туда помещаются только вот этот, вот этот и вот этот. Вот это моя картинка, как слава Богу, что не я собираю церковь и не вы, друзья. Бог собирает церковь из разных людей и Он клеит ее вместе в единую Божью семью. Для чего? Это предназначение церкви. Я хотел бы, чтобы мы еще раз услышали в этой одной фразе, почитайте еще раз со мной, говорит, это пишу тебе, надея вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть, церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Если бы вы жили в Ефесе, для вас вообще не было бы проблем понимать апостола Павла в данном случае. Когда он говорит столб и утверждение истины, он понимает, что верующие люди в Ефесе живут в том городе, где очень много разных храмов. Один из них, самый большой, это храм Артемиды Ефесской. В этом одном храме только 127 колонн. Каждая из колонн была выточена из отдельного куска мрамора и каждая из колонн была подарком этому храму, этому Богу. И вот царь дарит эти 127 колонн, которые ставятся на опору, на основание, для того, чтобы поднять крышу этого храма так высоко, чтобы люди вокруг, они увидели это храм Артемиды Ефесской Великой. И апостол Павел, когда он говорил об этом, он, друзья, ссылался на иллюстрацию, которую видели ефесские верующие каждый день. Потому что храм Артемиды возвышался над всем. Теперь он говорит, смотрите, церковь является столпом или колонной, которая поднимает истину и держит ее не просто высоко, чтобы никто не видел, но чтобы далеко люди видели, что нет больше Бога, чем Господь Иисус Христос. Нет больше Бога, о Котором говорит Библия. Чтобы весь мир увидел, что истина Божьего Слова, она намного выше всех религий, разных учений, мировоззрений, разных идей по поводу разных вещей в нашей жизни. Бог говорит, Слово Божье или Церковь Божья является столпом, который поднимает истину и держит ее так, чтобы всем было ясно, видно и далеко, и дальним, и близким, чтобы было видно Бог лучше, Бог выше. Его разум, Его цели, Его спасение, Его благодать, Его природа, Его искупление, которое Он совершает, лучше всего, что может предложить этот мир. А мир предлагает много разных идей, как вам спастись. Религия, церковь, разные, разные разветвления, они предлагают, как же человек может спастись. Кто-то это находит в религии, кто-то находит в бизнесе, кто-то находит... Опять-таки, не поймите, что это плохо, иметь там бизнес, работу, школу, образование, но спасение не в этом. И апостол Павел говорит, что церковь является столпом и утверждением, то есть она не только определяется Писанием и управляема Богом, но у нее есть цель. И как только, друзья, церковь упускает из виду эту свою важную цель и предназначение, она упускает или просто-напросто теряет свою уникальность. Церковь не похожа ни на одно из сообществ, в котором вы можете состоять. Вы можете быть в клубе, вы можете находиться в какой-то ассоциации, вы можете быть в какой-то организации, вы даже можете быть в парацерковной организации, но даже парацерковная организация не является церковью. Церковь гораздо больше и она является Божьим инструментом для всех наших духовных процессов. Друзья, это для нас очень важно услышать. Апостол Павел хочет, чтобы мы увидели, церковь является столпом, церковь является утверждением. Утверждение – это слово основание, фундамент. Этот столб или колонна, она ставилась на могущественный камень и она могла твердо стоять. Вы помните, Писание говорит нам о том, что каждый из нас мы устрояемы, как камни живые в храм. Церковь устрояется не из высоких колонн, но из живых камней. Друзья, я хотел бы, чтобы вы отметили здесь одну вещь. Есть вещи, которые мы делаем вместе. Когда мы поем, мы поем Библию. Когда мы молимся, мы основываем свою молитву на Писании. Мы ожидаем от Бога то, что Он обещает нам в Писании. Когда мы проповедуем, очень важно, чтобы мы могли проповедовать Божье Слово, объяснять это Божье Слово, чтобы было понятно, чтобы оно питало нас. Когда мы участвуем в вечере, опять-таки, мы что говорим? Мы возвышаем истину. Это то, что мы делаем корпоративно, вместе, как семья. Но, друзья дорогие, каждый из вас, даже дети, когда вы уходите, вот мы сегодня где-то примерно в 11.45-12 закончим наше собрание, в час мы разойдемся, друзья, но собрание закончится, но служение не заканчивается. Наше служение заключается именно в этом, через тот авеню, который у нас есть. Школа, бизнес, работа, наши друзья, наши разные отношения, все это дано нам Богом для того, чтобы поднять истину, чтобы показать ее прелесть, чтобы нам рассказать об этой истине людям вокруг, чтобы они услышали, так как мы делаем то, что мы делаем на фривее, то, что мы делаем за нашим рабочим столом, как мы используем компьютер, как мы чиним машины, друзья, как мы платим тем людям, которые работают на нас, говорит очень много о том, что управляет вашим сердцем. Кстати, я думаю, что стоит об этом, на это стоит обратить внимание, когда апостол Павел говорит о том, что церковь является столпом и утверждением истины, он заканчивает в 16 стихе следующее, он уточняет, он уточняет и раскрывает истину, о которой он говорит, это сердце евангельского учения. Первое, великое благочестие тайна. Кстати, слово беспрекословно означает common confession или общее признание. Русский перевод не совсем точен, не передает идею, но когда апостол Павел говорит беспрекословно, он говорит о том, что то, о чем я сейчас скажу, относится ко всем верующим и верующие определяются этой истиной. Великое благочестие тайна, речь идет о том, об истинах Божьего слова, которые пробуждают и делают нас благочестивыми, а именно, где начинается благовестие или благочестие? Бог явился во плоти, то есть Иисус Христос явился во плоти, Его рождение является благовестью. Не мы пришли к Нему, а Он пришел к нам. Затем Он говорит оправдал себя в Духе. Речь идет о том, что Дух Святой способствовал, Он давал Иисусу Христу как человеку силу, на которую Он опирался для того, чтобы совершить Божью волю. Дух Святой засвидетельствовал о божественности Христа. Дух Святой проводил Иисуса Христа в Гефсимании, поддерживал Его. Дух Святой воскресил Иисуса Христа из гроба, оправдывая Его безгрешное состояние и жизнь. Показал себя ангелом, это значит, что Иисус Христос был виден перед ангелами, и ангелы наблюдали как первые наблюдатели и помогали Христу в самых разных ситуациях Его жизни. Ангелы ангелы участвовали в Его рождении, когда они славили и хвалили Бога. Ангел поднимал и помогал Иисусу Христу, когда Он был в пустыне. Ангел помогал Ему и в Гефсимании. Ангелы возвещали о воскресении Иисуса Христа. Речь идет о том, что Он показал себя ангелом. Дальше написано, проповедан в народах, не только еврейскому народу, но проповедан всем народам. Это благая весть. Мы часть, друзья, этой удивительной, искупительной, спасительной благодати. Затем написано, принят верою в мире. Это как человек спасается, не делами, а верою. Это благодать, это благая весть. И Он вознесся во славе, это означает, что Он руководит всем и однажды придет обратно. Кстати, это гимн первой апостольской церкви. Когда апостол Павел говорит вот эти все истины, он использует, цитирует гимн, который пела первая апостольская церковь. Кстати, славик, музыканты, у вас есть хорошая задача из этого текста составить гимн, который мы могли бы петь. Мы не сможем никак знать мелодию первой апостольской церкви, но мы можем петь эти истины друг другу. В принципе, мы это и делаем, когда поем в собрании. Так вот, смотрите, апостол Павел, когда говорит, что мы являемся столпом и утверждением истины, он говорит о Евангелии. Все, что мы делаем в нашей жизни, должно мотивировано быть Евангелем и быть инструментальным. Мы должны быть инструментом Евангелия для других людей. Я хотел бы, друзья, обратить ваше внимание еще на один очень важный фактор. Мы посмотрели с вами на природу церкви немножко, мы посмотрели на предназначение церкви. Она несет истину этому заблудшему, лукавому, утопающему во лже миру. Но еще одно очень важное. Апостол Павел говорит о поведении не только Тимофея, но всей церкви. Здесь несколько нюансов, которые я хотел бы отметить, друзья. Не поведение в церкви я хотел бы отметить, о поведении всей церкви как семьи Божией. Я помню, когда наши дети еще были помладше, мы очень часто собирались с ними и говорили, дети, вот как нужно себя вести на кухне. Поскольку вы мои дети, я должен вам сказать, вот как вы должны себя вести в машине. Вот как вы должны себя вести, когда мы идем в гости к людям. Вот как вы должны себя вести, когда приходят гости к нам. и мы просто программировали, скажем, может это слишком жесткое слово, но мы помогали нашим детям, как им нужно себя вести, потому что они наши дети. Мы очень часто сегодня слышим вот свобода христианская, свобода, свобода. Я думаю, друзья, что мы очень тендируем к тому, чтобы часто злоупотреблять этим. Так вот, апостол Павел говорит, Тимофей, я хочу, чтобы ты знал, что такое церковь, чтобы ты мог знать, как правильно вести себя и помочь другим. Не просто вести себя в церкви вот здесь, а как церковь должна вести себя. Это и отношения друг с другом, и действия наши друг ко другу, и все, что мы делаем во всем, во всех наших делах, во всех наших сферах. И я хотел бы, чтобы вы увидели это еще раз. Он говорит, я хочу, чтобы, если я замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем. Слово поступать означает обращаться, поворачивать, вновь и вновь разворачиваться. Если можно сказать, это значит ходить вокруг чего-то одного. Анастрефо, это очень важное слово, в котором апостол Павел говорит о привычках верующих, о культуре, о лайфстайл, который складывается в церкви, где бы она ни была, когда она собирается вместе и когда она расходится по разным местам. И когда мы посмотрим внимательно на разные факторы, мы можем, друзья, сегодня вспомнить, помните, есть более 50 разных утверждений, призывов для церкви, которые включают в себя друг друга, друг друга. Я хотел бы некоторые из них напомнить. Не сходите друг к другу, это служение. Прощайте друг друга, это служение. Молитесь друг за друга, это поведение церкви, это поступки церкви. Любить друг друга, много раз повторяется, не злословьте друг друга, увещевайте, наставляйте, то есть взращивайте друг друга, наставляйте друг друга, назидайте, утешайте друг друга, вразумляйте друг друга, прощайте друг друга, не раздражайте друг друга, не завидуйте друг другу, отдавайте предпочтение друг другу, служите друг другу. Вы видите, друзья, как Бог хочет, чтобы мы вели себя? Потому что мы являемся совершенно новым типом общества. В нас Иисус Христос своим Духом заранил свою жизнь, которая определяет, как мы поступаем друг с другом. Я хотел бы вам задать этот вопрос, друзья, в какой духовной семье находитесь вы? Где ваша семья? Кто эта семья? Где вы служите? Я хотел бы сегодня для нас всех новые члены церкви, кстати, читают книгу, которая называется «Десять признаков здорового члена церкви». Я когда посмотрел их, этих десять признаков, и взвешивал их с другими текстами Писания, я решил добавить туда, и хотел бы сейчас для вас всех просто прочитать, и вы это оставьте в своем сознании. Хотите сделать для себя фотографию. У нас будет время, мы вернемся к текстам, которые это подтверждают, но это не то, что просто я придумал сам. Признаки здорового члена церкви. Первое. Рожденный свыше человек, у него произошло покаяние, и в нем есть вера. Второе. Он крещенный. Крещенный, я хотел бы отметить, полным погружением в воду по личной вере, не по родительской вере, по личной вере в Иисуса Христа. И при том, полным погружением. Почему это важно? Потому что крещение, которое является просто «спринклинг», «is not biblical». «Is not biblical». Когда мы встречаем и изучаем то, каким образом верующие люди крестились, это было полное погружение в воду, что символизировало смерть для себя и жизнь для Христа, когда человек поднимался из воды. Третий очень важный признак. Посвященный поместной церкви. Поместной церкви. Ходите в гости, друзья. Послушайте меня внимательно. Ходите в гости, но живите дома. Пожалуйста, если вы хотите, где-то вам еще интересно, пойдите в гости, но живите дома. Это ваша духовная семья. И если она не подходит, наверное, вам нужно поменяться ролями. Приходите в гости сюда, но живите дома. Это очень важно, друзья. В гости вы вернетесь домой к себе, в вашу духовную семью, живите дома. Ездите в гости, приезжайте к нам в гости, но живите дома. Когда мы говорим живите, служите там, где вы, ваша духовная семья. Еще одно. Любит Бога и разных людей. Мы уже говорили сегодня, мы очень разные. Нам нужна Божья любовь, чтобы выжить вместе. Нам нужна Божья любовь. Регулярно посещает церковные собрания. Когда мы не встречаемся, вот моя жена постоянно переживает об этом. Когда у нас нет хотя бы один-два раза в неделю совместного обеда, это уже тревога. Или ужина, чтобы вся семья собралась вместе. Регулярно. Это не означает, что вам на все собрания нужно быть, но регулярно означает регулярно. Достаточно постоянно, чтобы люди видели, а, он есть, она есть, они здесь, они любят. Вы знаете, что когда вы посещаете церковь, вы тоже своим присутствием служите другим людям. Еще одно. Признает и подчиняется руководству церкви. В каждой церкви, друзья, должен быть порядок. В каждой церкви есть пасторы, которых Бог поставил здесь, по местной общине. Здоровый человек церкви, он действительно что делает? Он признает и подчиняется руководству церкви. Речь не идет о том, что он делает это все без малейшего какого-то, ну, осмысления или своего собственного сердца. Здесь, возможно, и нужен и разговор, и понимание, и так далее, но он признает и подчиняется руководству церкви. Он слушает экспозиционную проповедь в церкви. Я хотел бы на этом тоже остановиться, друзья. Не спешите, пожалуйста. Еще не заканчиваю я проповедь. Я хотел бы, чтобы вы услышали это. С сегодняшними media, social media opportunities. У вас есть возможность слушать и Маккартура, и Джена Пайпера, кто-то любит Тим Келлера, кто-то всего остального, друзья. Но вам нужно учиться слушать экспозиционную проповедь, то есть проповедь, которая взята из Писания, объясняет Писание. И это нужно делать еще в вашей поместной церкви. Если вы просто питаетесь с разных огородов, я не думаю, что это будет на самом деле правильным для вас лично жить только тем, что там. Почему? Вы думаете, что я не нуждаюсь в вашем обличении, в вашем вопросе? Вы думаете, что я не нуждаюсь в ваших молитвах, когда я проповедую? Вы думаете, что я, ну, все знаю? Совершенно нет. Я даже не претендую на это. Но подумайте, мы постоянно здесь, вот как пасторы, как люди, члены церкви, мы общаемся вместе, и то, о чем я говорю, друзья, оно у меня на сердце. И я вам хочу сказать, что я ваш пастор. Если вы член этой церкви, как бы это ни звучало, но я ваш пастор, и я дорожу этим. Это трепетная ответственность перед Богом за каждого из вас, кто является членом церкви. Я нуждаюсь в вас, так как вы нуждаетесь во мне. Слушайте экспедиционную проповедь здесь, в церкви. Здоровый член церкви поет и прославляет Бога от души вместе со всей церковью. Он участвует в материальном финансовом служении своей церкви, в первую очередь, своей духовной семьи. Смотрите, Он рад церковному порядку и дисциплине. Здесь это отдельная проповедь. Церковный порядок и дисциплина. Мы читаем много разных текстов. Бог является Богом устройства, а не не устройства. И здесь есть определенный порядок. Здесь есть пасторы, здесь какие-то есть уже какие-то налаженные. Все ли здесь правильно, все ли мне здесь нравится? Нет. Но порядок есть порядок. И мы все вместе учимся жить в порядке. Я своим детям говорю, очень часто говорю, вот дети, когда вы поедете и будете основывать свои семьи, сделайте лучший порядок, чем у меня. Но пока вы здесь, давайте будем жить дружно. Другими словами, очень много здесь мы можем увидеть. пребывают в общении с братьями и сестрами. Или она не убегают, не сторонятся, пребывают в общении с разными братьями и сестрами. Питается и живет Евангелием, помогает другим расти в вере в Христа, служит Церкви своим духовным дарованием. И у каждого человека есть духовное дарование. Умеет просить прощения и прощать, строить евангельские отношения внутри Церкви. Еще одно очень важное. Следит за своим языком, здоровый член Церкви следит за своим языком. Друзья, это касается меня, моих уст, это касается ваших уст. Вы своим языком каждый раз, когда говорите, либо строите Церковь, либо ее разрушаете. Не может быть нейтралитета. Даже ваша мотивация, возможно, которую вы можете скрыть, она будет либо созидать eventually, либо разрушать. Следите за своим языком, если вы хотите быть здоровым членом Церкви. Умеет просить прощения, уже говорил, стремится быть частью решения проблемы, которые есть в Церкви. Здоровый член Церкви стремится быть частью решения проблемы. Молится о всей Церкви и о конкретных нужных. Занят ученичеством, то есть благовестие и наставничество. Не только благовестие, кстати, но и наставничество. Это очень важно. Великое поручение говорит не только о благовестии, Великое поручение говорит о наставлении Церкви, о научении учеников и возрастании их. Заботиться о других членах Церкви, именно вас, друзья, Бог направил в эту Церковь, вас. Является ли это действительно не де юро, а де факто вашей духовной семьей? Пора отбросить наши любые попытки вести христианскую жизнь где-то как нам хочется в отношении Церкви. Я хотел бы этой цитатой закончить сейчас. Поэтому не просто ходите в Церковь, хотя быть в Церкви необходимо, а станьте ее частью. Сделайте это, чтобы не христиане услышали благую весть, чтобы слабые в вере христиане получили необходимую опеку. Чтобы сильные христиане могли направить свою энергию на благие дела, чтобы руководители Церкви получили помощь и ободрение, и чтобы во всем этом Бог был прославлен. Аминь. Давайте мы помолимся. Благодарим Тебя, Отец, что Ты созидаешь Церковь из таких немощных, слабых людей, как я, все мои братья и сестры здесь. Я благодарю Тебя, Господь, что вопреки тому, кто мы есть по природе, Ты созидаешь Твою Церковь, даруя нам Дух Твой Святой и Слово Божие. Даруешь нам поместную Церковь для того, чтобы мы могли расти духовно. Отец наш, мы просим Тебя, помилуй нас, благослови нас, соединяй нас, склеивай нас Твоей благодатью. Помоги нам сегодня во свете Слова Твоего еще раз взвесить свою жизнь и действительно полюбить Церковь так, как Ты полюбил ее. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...